для настроения на 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 дети пришли с магазин и его хочет кушать для меня ложку взяла ну ложкой ноги не откровить стоять бояться кто-то потерял я дурачусь не видать сейчас иду сейчас мы заколем его стой стой как у нас незачетная помойка это маленький зайчик мой небольшой зайчик смотрите что можно взять на 7700 рублей и так это я все заказывал на ламоне и он подсказывает мамочки можно очень хорошие найти и размер все подобрать что не нравится ну отдать в общем леви у таких штанишки дела хотя может быть это не знаю черные ну черные я считаю это хорошо леви на зиму они сейчас я ей кажу еще большой вот ева не надо выкидывать пакетик дочь они под курточку я и брала сейчас покажу какую а вот она курточка вот есть смотрите я и брала летом еще со скидкой адидас и как раз я взяла вот эти штаны под нее и размер дадю я поняла такой вот как раз да лёш и носить может быть сейчас ну и зимой и машину если даже куда-то едешь штанишки эти и курточку это елочка ты прям вот вот так да такой комплект дальше что мы еще взяли вот на эту сумму который он сказал откроешь лесси комбинезон зимний теплый размер 128 я думала он будет огромный смотрите на него смотрите такой вот комбинезон он огромный как будто кажется но лёша его одел как будто на меня это 128 размера ложись ну-ка пониже пониже вот смотри как раз видишь одевает ему прям вот на зиму отлично вообще тут у нас резиночки даже есть он стоил 4 700 перевернулся человек его где лёша это не видела и взяла это тоже я все беру на ламоте себя со скидкой вот этот лёша аккуратно его рядом такие кроссовки у него нет кроссовок это вдруг мы поем в игровую куда-то и зимой будет жарко в зимних ботинках это переодеть это 23 размер и вот эти штаны кроссовки это на 4 ой вру на 7 700 я вам сказала хотя один комбинез стоил 7 700 и он со скидкой вопрос за 400 его куртку одевать на ноги знаете что спасает ночью когда я иду на кухню работать ну на диване сижусь либо работаю бы еще что делаю я не видео нам подарили очень круто штука сейчас так как у меня дела нет никаких это впервые за две недели время час ночи я смотрю Эдварда Билла итак время сейчас не пять пятьдесят час тридцать сейчас скоро проснется Глеб я буду покормить Глеба я его беру приношу сюда у меня все уже подготовлено сейчас фокус в общем здесь пеленка лежит салфетки памперс и крем я его кормлю он здесь засыпается мы идем в комнату немножко не спит его под бочком у него кладу его и просыпается Ева Ева у нас сейчас просыпается часто в общем хотела рассказать то что у Евы стресс после того как я ушла в роддом она стала все время с сорткой ходить туда она почти она только с ней спала сейчас она все время но уже потихоньку я ее отучаю забираю и она забывается у нее сильный стресс если я уйду слышите просыпаться начинает Ева если я уйду она ночью просыпается сейчас раза четыре точно может кричать плакать в руках еще от меня недавно я ночью сидела работала делала видео очень истерило Лешка ее не мог успокоить он с ней сюда пришел и здесь мы сделали видео точнее я сидела делала Ева у меня под боком сидела делала вместе со мной ну точнее делала не монтировала а рядышком со мной ждала спокойно потом мы пошли спать вместе то есть вот до такой ситуации доходит еще была ревность Глебу показывала все время если я его брала на руки иди типа положи его в кровати не бери его иди положи коляску очень тяжело с погодками у нас разница год и четыре месяца у них и жалко жалко то что я не могу дать много внимания Еве и Глебу но я при этом понимаю то что не надо жалеть потому что дети растут они растут в семье в любви в тепле и заботе и они уже будут с детства друг другу привязаны Ева сейчас его целует Лешка его целует в общем ревность у Евы проходит но стресс она сейчас соской и этот стресс грубо говоря заедает то что я резко ушла в руд у меня не было и потом пришла с Глебом потому что она сама еще очень маленькая зато она не будет помнить детство без Глеба потому что она год и четыре свой возраст помнить не будет а когда уже подрастет она будет только помнить всю жизнь которая уже была с Глебом я например с детства помню когда мне было три года три с половиной наверное четыре я начинаю вот вспоминаю какие-то моменты а до этого я вообще ничего не помню а вы помните что-то или нет скажите пожалуйста прошлого из детства какой возраст помните я короче пошла спать уже не могу спать я хочу Глебом поехал с папой кровь сдали и спать ему с Евой над ногти подстричь ей да вот я сегодня в таком домашнем виде сегодня будем с Евой дома сидеть только да и вот хотела вам сказать дальше про погоду например Евы насморк почему мы не пошли у меня горло чуть-чуть болит хорошо пришла наша няня некоторая была когда я была в роддоме то она нас просто кинула молча не вышла день-день и все и пропал ну потом я написала ты вообще собираешься выйти нет? она сказала да собираюсь я говорю ну как бы надо предупреждать если ты не выходишь и три дня пропадать как бы без ответа без привета нет Ева там холодно и сейчас вот мы слава богу вот судьба да я нашла здесь няню прям близко недалеко от нас и она приходит вот сейчас например с Глебом пошла погулять вечером тоже пойдет то есть на ну в день вот два часа утром два часа вечером но не каждый день и я к тому то что если бы например няни не было там холодно зайка пойдем ногти то пришлось бы Глеба на балкон а балкон у нас весь забитый вот коляску ставить некуда а так сейчас он хоть погуляет на улице погодка сегодня у нас получше такая вот тепленькая ну как тепленькая плюс десять ты еще сок хочешь? ты же открыла только что вот там на столе стоит вот вон на столе у тебя сок Ева я тут еще открывать не буду я тут завтра нет у тебя на столе вот иди возьми вон на столе сок видишь на столе стоит такой же сок на столе стоит иди иди посмотри это кто там у тебя зайка смотришь на кофту иди ко мне сюда ногти стричь давай чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих-ч игрушками. Вот, мы сейчас садимся на кровать. Пойдём спать скорее, покажем, как мы спать посадимся. Иди сюда. Иди ко мне сюда, скорее. Иди ко мне сюда. Иди на диван, всё увидишь. Иди ко мне. Вот она увидела камеру, теперь, наверное, не получится заснять. Иди ко мне сюда. Скорее, иди ко мне. Песню петь будем. В общем, мы так ложимся и поём песню. Глеб у меня на руках, Евочка рядом ковыряется, копошится, да? Потом Ева засыпает и засыпает Глеб. Потом город просыпается. Ты чё? Иди сюда спать скорее, Ева, спать. Ложи спать скорее. Вот сюда. Какие берутся теперь? Один, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Зайчик-сайчик, где ты был? Я на речке хвостик был. Лымыл, лымыл, да, упал. Снова хвостик замарал. Не ложись, а на краю придёт селенький Молчок по телу. Молчок по телу. Молчок по телу. Привет! Привет! Ну, короче, мы пошли спать. А то время уже три минуты видео. Пойдём мы спа-а-а-а-а-а-а. Молчок по телу. Молоденький поспит. Надо его будить, покормить, переодеть. Сладкий такой, хай, красивый мальчик. Хрёчек мой маленький. Папочка такой. Он пушинка, Алёшка его называет. Я, кстати, вес что-то стала то ли набирать опять, то ли я отекаю, непонятно. Все гулять пойдёт. Скоро мы с Евой дома сегодня. Итак, когда дети погодки, пожалуйста, старшая сестра, смотри, что уже научилась делать она с этой обезьяной. Всё время вот так вот ножки раздвинь. Теперь и Ева плачет. И Глеб плачет. Перепугали малыша. Все плачут. Ева пришла к нам с Глебом. У Глеба пока воздушные ванны. Книжку читать был, да? Ну да, я посмотрю, да не дашь. Киску посмотри, давай, пожалуйста. Один покакал, второй покакал. Ходишь только убираешь. Глеб пошёл с ней, блядь. У нас Лёшечка пришёл, заболел. Да, Лёш? Бедный. Как давно? Недавно, всё не так. А он нечестно говорит, что ли? Кто кого достает? Ну-ка, Ева, помогайте. Смотри. Ты нечестный играл. Потому что я не хочу проигрывать. Ой, ну надо уметь проигрывать. Сидите, как меня в своём покойке. Давай, что-то у нас ещё молоточек собирают, чтобы потом не потерялся. Я хочу показать, какую игру мы взяли. Это у нас... Ой, извините, зайчик. Это у нас Чейс, это Пау-Патруль. Шенячий Патруль. Евочка, а Ева сейчас пускала Глеба в люльке. И начала плакать, потому что Глеба нет. Где Глеб, Ева? Чёс, не ломай. Где братик твой Глеб? Где он? Где? Да, где он? Ушёл гулять? Пока-пока, да. Плёс. Поехали. Может, болеет мамочка. Бу-буха. Это чей ноги? Чей-то ноги? спи спи не жадничай садись папе можно садись папочкой еще упадешь кусь 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 я лёшку сделала молоко теплые с маслом это у меня веган то этим витамин d тебе часть молоко для настроения не хочешь чупик у нас время настало для мытья мытья пошли тут шарик у нас валяется да смотрите мы у нас в шапочке обезьянка давай сначала мы ванну помоем ты купать хочешь девочки мыть появлёшку мыться не будет у него температура 35 хожу с глебом на ручках пусть посмотрит на мир мой котик и одновременно одной левой рукой одной левой у них же 2 1 левый в общем работаю инстаграме у меня есть профиль me for me store там сумки я публикую вот новые вышли мне глеб с папой он остается здесь а мы забыл уже а мы с детьми сюда пришли его и лёшек дети спать что-то здесь валяется чё одела почему они лучше все их пошел укладывать его сзади аккуратно прошел час уже никто не может никак заснуть беспределом творится глеб не спит всех разбудили все спокойно ночью что-то было не что-то начинка н это а Продолжение следует...